Драгуны и уланы царской армии Вячеслав Викторович, музей лавянного солдатика в Сарове стал вторым таким в нашей стране, первый отрылся в Санкт-Петербурге. Вы там бывали? Да, конечно. Был весной этого года, специально туда поехал посмотреть, что же такое музей лавянного солдатика, именно как он должен выглядеть. Посмотрел. Очень интересно, очень пафосно. Это Керочная улица возле музея Суворова, это небольшой флигель, где жил когда-то смотритель этого музея Суворова. Очень пафосно, то есть вбухано денег море, небольшие диорамки, они там стоят, переход Суворова через Альпы. Отдельные там группки солдатика стоят, парад очень интересный сделан. Ну, советую посмотреть, то есть эта лента такая бесконечная, она крутится вроде как мимо дворца царского, и там просто выстроены в Салатске, как бы проходящий вот этот парад. Очень интересно. Мне почему-то казалось, что именно вдохновившись увиденным вы пришли к тому, чтобы создать в нашем городе свой музей. Да нет, нет, это уже как бы вторично-третично. Как я уже раньше говорил, увлечение-то оно пришло раньше, просто они собирались-собирались, выставки же были неоднократно уже, то есть у нас в городском музее и на других площадках. Это люди приходили, смотрели, их просто много, и они не обязательно должны быть вот как в том музее, значит, оловянного солдатика, плоские, нюрнбергские солдатики, они могут быть разные, они могут быть объемные, они могут быть деревянные. Вот у меня небольшая коллекция деревянных солдатик, которые сам сделал когда-то. Ну, просто они сделаны правильно, все, но времени нет, просто на это нужно очень много времени. То есть надо забыть все и заниматься вот только этим вот таким вот интересным процессом. 60-х годов наши солдатики, обычно наши столбики вот 54 миллиметра, такие маленькие, они вот стоят, радуют глаз, когда вот приходят наши там уже взрослые мужчины, а я в такие играл, у них такая неподдельность, вот дети не понимают, да, а вот уже взрослые мужчины, там взрослые мужи, они у меня аж такие были, да они у всех такие были. Ну, это как сейчас 30-летнему мужику Дэдди показать. Ну, примерно, да, да. А 10-летний вообще впечатление произведет, а у того глаза загорятся. Потому что это все-таки, ну, наша история. Их же делали огромное количество. Это была советская армия, само собой разумеется, советская армия на параде, советская армия в бою, советская армия там в строю, красноармейской кавалерии, Котовцы, Чапаевцы, Буденовцы, просто красноармей, тачанки пластиковые, полиэтиленовые, мы их еще все помним, их просто очень много было. Но они были примерно одинаковые. И сейчас вот, когда вот немножко, как бы мир-то приоткрылся, там где-то вот в 80-е, 90-е годы, вернее, он был всегда открыт, но об этом мало кто знал. Все-таки коллекционерность солдатиков как-то, ну, редкое достаточно явление в жизни. Хотя есть, коллекционеров, в принципе, огромное количество. У нас в городе есть моделисты и самолетов, и танков, машинок, то есть все, что угодно есть. Ну, я уж не говорю, он мимизматов, филатилистов и прочее. Ну, такое в широком смысле общество людей, которым интересна история. Ну, яркое проявление, это клуб 1945. В любом случае, ну, это уникальное вообще явление, это клуб 1945. Я прям рад, что оно в городе есть, сам там как бы состою, вот постоянно мы там общаемся. Ну, это супер, то есть там подлинники в жизни и подлинники вообще, люди их создают сами. То есть это как, ну, как создают, реставрируют вот то, что уже нельзя сделать, оно вот, оно работает. Оно на ходу, автомобили на ходу, вооружение, оно вот в рабочем состоянии. То есть это все-таки, это подвиг достаточно. Да, более того, там экспонаты участвуют в гонках ретроавтомобилей, насколько я знаю, и даже побеждают. Да, да, да. Ну, это вот прям, я не знаю, снять шляпу там, упасть, нить. Ну, просто интересные люди. Но у меня одно из маленьких увлечений, то есть самое такое безобидное, ну, оловянные солдатики. С детства, как они начали, просто накопительство сначала-то шло, потом, а-а-а, чтобы там приобрести где-то. Ну, а потом уже более осмыслений, потому что начал выезжать в мир, и вот именно в мире там посмотрел, ой, там еще, оказывается, много что есть. Они в 90-х годах открылись в Воротике на Нарбате, тогда сначала стали их продавать, вот прям, ведь по Арбату было не пройти. Там в 4, в 5 рядов стояли эти лотошники, и среди них вот все вот это расстояние от Праги до, ну, кафе Прага до вот Смоленской, там нужно было вот прям вот протиснуться, прям вот еле пройти. Как на Восточном базаре. Да-да-да, и там все-все, и солдатики в частности там были. Но как-то и там приобреталось, ну, это начало самое, они были самые неказистые, они у меня есть такие страшненькие-страшненькие, вот, но до сих пор их хороню, потому что там, ну, просто это интересно. Сейчас, конечно, они, очень много производств, очень много фирм, которых делают в Санкт-Петербурге, в Москве, в Подмосковье, да в других городах тоже есть, где делают прямо вот произведение искусства, прямо вот буквально там можно посмотреть на солдатика и сказать, ух, ну, и стоимость его, как автомобиль. А сколько, кстати, может стоить оловянный солдатик? До бесконечности. Ну, вот верхнеизвестная вам планка. Мой известный где-то 25 тысяч. За одного? Одного. Или за набор? Нет, один, но у него, если у него цепочка, там, Иван Грозный, например, да, то есть у него цепочка, она действительно позолоченная, крестик с камушком, там, посох он с каким-то там драгоценным камнем, то есть это уже не игрушка, я собираю игрушки, а это уже скульптура. Но она все равно, оловянный солдатик, она все равно называется миниатюра, историческая миниатюра, вот, а все это направление называется военно-историческая миниатюра. Ведь дело в том, что одну и ту же фигурку, отлитую где-нибудь в Екатеринбурге, как покрасишь. Ее можно просто, ну, быстренько там намалевал, и она продается там вообще, там, любой ребенок приобретет. А можно так покрасить, что только уже там взрослый дяденька будет смотреть, купить или не купить, дороговато. Потому что, вот смотришь, там фигурка-то 54 миллиметра, но у него даже зрачки глаз видны. Ну, солдатики, это все-таки основа, вы из них собираете целые композиции, насколько я понимаю, диорамы, показывающие сражения. Да, это, ну, не так, чтобы часто, но одна-то вот из них одна большая, это вот Бородинское сражение, там, 1600 солдатиков, но они маленького размера, 72-й масштаб. Ну, то есть, если вот вас уменьшат в 72 раза, вы будете как раз вот такусенький, да, маленький такой. С фалангой. Да, примерно вот такой. Пупсичек. Вот их вот 1600 штук вот на этом маленьком поле, Бородинское сражение. Ну, на это ушло так 30 лет. То есть, вот, со дня приобретения 1-28 ноября 1989 года, и вот по настоящее время, вот 30 лет. И она еще как бы не докончена. То есть, она стоит, экспонируется, но еще вот, еще будет доставляться. То есть, это у вас не школьное увлечение, уже в довольно зрелом возрасте. Нет, это уже в зрелом. Это уже, да. А школьное, оно вот школьное, дело в том, как я учился в школе, другого-то ничего не было. То есть, были обычные солдатики, вот наши. Мы их называем столбики. Они вот были, но разные. В разные годы, если их выстроить все в линейку, то видно, как они видоизменяются. То есть, все равно они менялись. Немножечко Брянский автомобильный завод, там Ленинградский завод, Острицовский завод, завод Игрошка Прогресс, Донецкий завод. Много заводов было. Ну, как-то из остаточных материалов, ну, как-то. Оборонная промышленность или тяжелая промышленность. И делать какую-то подспутную. Кто сковородки делает, а кто солдат. Безотходное производство. Да. Вячеслав Викторович, а я правильно понимаю, что вот оловянные солдатики, которые у вас в музее, по большей части именно оловянные солдатики? Да. Или самые разные? А нет. Из дерева, из пластика, из все. Или тут не стоит буквально воспринимать этот термин оловянный? Оловянная солдатика – это общее название для всех. А на самом деле там и деревянный, и пластиковый. Такая миниатюрная фигурка, да? Да, да, да. Она и называется военно-историческая миниатюра. То есть, музей, правильное его название, музей военно-исторической миниатюры. То есть, для наших жителей нашего города, коротко, музей оловянного солдатика. Ну, чтобы было понятно, что это такое на самом деле. Линейка очень интересная. Тоже можно посмотреть от античности, от Древней Греции, Рима и туда дальше, вот, собственно говоря, до современности. Вячеслав Викторович, вот возвращаясь, допустим, к обществу 45-й. Они специализируются на вполне конкретном периоде истории. У вас представлена широкая гамма, но есть какие-то ключевые темы, которые лично вам интересны, и они, соответственно, находят наибольшее отражение. Вот та же самая Бородинская битва. Да. То же началось с детства. Когда я совсем был маленьким мальчиком, она открылась, Бородинская панорама, в 1973 году. И где-то в это время, я с родителями, вот, мы поехали именно там, именно в Бородинскую панораму, на Кутузском. Отстояли вот эту километровую очередь и попали вот в это вот, на Бородинское поле, где для меня это произвело впечатление просто, вот, просто космическое. Естественно, купил книжку, которая называлась «Грозную пору». Да, она у многих мальчиков была в то время. И вот с тех пор как-то было вот такая вот, немножко салатиков не было, но уже мысль была вот. Мы их делали на обычного, лепили кивера там из пластилина, ружья какие-то делали. Ну, то есть, сами их как-то украшали. Ну, а сейчас как-то мысль осталась, увлечение осталось. То есть, история вот самого вот этого, как мы их в Европе называем, период наполеонских войн, да, а на самом деле это, ну, вот период, собственно говоря, с окончания похода Суворова, да, через Альпы. И заканчивая это в Атерлоу 1815 годом, это все период, мы называем, наполеонские воли. Ну, даже еще можно взять и раньше. Это же, собственно говоря, это и поход Наполеона в Египет, египетская компания. Тоже несколько фигурок таких есть. Суворовские солдаты есть, штурм Измаила, штурм Очакова. Тоже они вот сейчас уже покрашены, уже едут. Едут. Прям радостные события. Штурм Измаила, то есть, у вас прям крепость там будет ставить? Нет, это мы будем с ребятами из нашего молодежного объединения, мы будем делать вот эти крепостные укрепления. Но, так как миниатюрки есть, турецкие, русские, то, соответственно, только нужно теперь их поставить правильно. Вот, опять же. Ну, а диорама, дело в том, что каждый солдатик, он солдатик, он подписан, там все. Но в динамике лучше посмотреть все-таки, как же это может быть. Но, так как у нас немножко место стесненное, то у нас получается все тоже в миниатюре. Дело в том, что они же взяты из собственной коллекции, поэтому их по количеству не очень много. То есть, вот, скажем, вот сейчас следующий у меня проект такой будет большой, это диорама создания 4 ноября 1612 года. Это битва под Москвой, ополчение мины Пожарского, вот с захватчиками, да. Освобождение Москвы, так скажем, от польско-литовских интервентов. Ну, в историю углубляться сейчас не будем, там слишком все сложно достаточно. А идейка то, что уже и те солдатики, часть есть, и эти есть, и часть уже заказана в Москве. То есть, вот, уже можно, уже что-то можно делать. Уже можно делать деревянные домики, эти Москвы, да, заборы, мостовые деревянные. Ведь мало кто знает, что мостовая-то откуда пошла? Мост, слово, да. То есть, вот эта часть, по которой ездили там телеги, кареты, они же были сделаны деревянные. То есть, это были не доски, это были распиленные бревна пополам и уложенные вот в ряд. Ну, то есть, мостовая, она и называется мостовая. Вот, деревянные заборы, там дворцы какие-то небольшие. Ну, все будет сделано из дерева. То есть, как бы древняя Москва и сражение вот внутри нее. Посмотрим, чего получится. Вячеслав Викторович, ну, такие большие масштабные панорамы, это же почти что такое театральное действие. То есть, нужно спланировать как-то, нарисовать, посмотреть, как у вас этот процесс происходит. Вот возьмем то же самое Бородино. Есть школьные карты там, флеши Багратиона, батареи Раевского, как-то это все схематически показано. Вы тоже опираетесь на реальный материал? Обязательно. То есть, обязательно. Без этого просто нельзя, потому что в итоге люди должны прийти и посмотреть, ну, реально, что там было. Ведь кто-то, вот приходят дети, говоришь, это вот Бородинское сражение, пум, ступор. Ну, говоришь, скажи-ка, дядя Веднедара, Москва, спаленый, пожимая, мы учили, учили, учили в школе. Уже тут же начинаются воспоминания у них какие-то есть. Мне рассказывают, эти самые, драгуны с конскими хвостами, уланы с пестрыми значками. Вот они, вот так они выглядят на самом деле. И там действительно стоят и большие миниатюрки, 54 миллиметра, где можно рассмотреть поподробнее. И вот и маленькие, где они, что они штурмовали. То есть, само село Бородинов, Леша Багратиона, да, естественно. Батарея Раевского и до деревни Утицы. Это расстояние примерно 6 километров. Ну, у меня все это уместилось в 3 метра. А у вас есть фигурки ключевых персонажей? Кутузова, Наполеона? Обязательно. Чтобы они выделялись на этом фоне? Да, есть генерал Багратион на коне. И генерал Раевский. Ну, на самом деле, там был не Раевский имен, название просто было. Ну, неважно, да. Наполеон, естественно, со своим штабом, с генералитетом. Путузов тоже с генералитетом. То есть, отдельно. Как бы настоящие герои, которые должны быть. Скажем, знаменитые атака Павловского лепгвардии полка под Утицей. Так они тоже есть. Именно в этих, не в киверах, а в метрах, в тех шапках с медными налобниками, которые им Павел Первый оставил, в память того, что они, ну, очень-очень такие воины, очень такие, хорошо себя проявили в боях, так скажем, как в награду. И они ходили в этих метрах до 1917 года. То есть, очень интересно. Егерские полки. И атака казаков, известный такой обходной манер, тоже есть. Но все это не уместится на одном месте. Поэтому, как бы, тут мы считаем, что это игрушка, в первую очередь. И вот эта вот сцена, она условная. То есть, схема-то рядом висит, конечно, вот само сражение. Но это условно. Вот примерно так это могло быть. Ну, кому интересно, тот придет и посмотрит. Ну, примерно как было. Потому что мы не делали рельефа, потому что изначально задачи не было. Она делалась для другой цели вообще-то. Игрушка для себя. А потом оказалось, что ее можно поставить и показать людям. И она там разрисована как-то красиво. То есть, те, кто приходят, даже люди, которые знают историю, они смотрят, им интересно, им нравится. Они сразу ищут опорные точки, кто где находится. Но для них такой формат привычнее, интереснее, чем набор букв в учебнике. Да, конечно. Дело в том, что они его хотя бы видят, как он выглядит. А некоторые, кто уже знает, они говорят, смотри, а у него форма-то как и должна быть. Я говорю, конечно. Потому что есть такие среди современных ребят? Есть. Есть. Причем, когда класс какой-то приходит, ну, часть из них, ну, по-всякому, там, посмотрели. Ну, посмотрели. Вот. А часть прямо они интересуются. Так, а-а-а, я знаю, 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 кто вот это вот такой. Я вот про это читал, там, или кто-то что-то смотрел. Очень многие же играют в танки, там, или в какие-то компьютерные вот эти игры. И они сразу начинают, о, где тут Т-34, и бегут сразу его смотреть. Я говорю, вот. А у меня, ой, тигр, а у меня вот такой есть в этой, ну, вот в компьютерной игре. То есть, понимаете, вот игра на экране – это одно. А вот здесь они увидели это вот примерно даже как человечек выглядит рядом с танком, например, как выглядит. Ну, на самом деле, страшно, конечно, там, когда гусеница выше меня ростом. Это как-то впечатляет достаточно. А тут в реальном масштабе можно посмотреть все это. А солдатики так, они не только ведь российского производства. В Германии что-то покупил, вот у фрау Хейнриксен, там, где производились солдатики, вот купил набор небольшой. В Чехии купил солдатики, 38-го года еще немецких солдат купил. Их запрещено как-то продавать вот в открытом доступе. Но в закрытых магазинчиках они все равно существуют. Но это же история. Мы не можем все запретить и выбросить всю историю. Того же Наполеона, тоже немецкое нашествие, тоже польское вот это вот нашествие, да. Ледовые сражения. Там вообще история очень уникальная, как вот великий князь, Александр Невский, Александр Ярославович на самом деле, как он вращался между немцами и Ордой. То есть где-то нужно было уступить, где-то нужно было проявить дипломатию, а где-то надо было просто открыть. Но нам приходилось маневрировать, он оказался между двух огней. Это время такое. Это время такое. Великое переселение народов, оно уже никогда не закончилось. На Европе были и гунны были, великие там Аттиллы был, да, там еще какие-то нашествия были. Там просто космос. Великая Римская империя такое количество людей вот задействовала в круговороте человеческого вращения. А у вас есть, кстати, легионеры, центурионы? А как же? Ну без Рим куда же? Вечен Рим. Кстати, все дороги ведут в Рим. Дороги ведь остались, ведь все древние города Европы, это же римские города. Лондиниум, Лондон, да. Кёльн, это тоже, как называется, римский город, это пограничный город был. Там даже остались римские скульптуры какие-то остались. И вот эти маленькие дороги, их же не было. Ведь в Европе была дремучая леса, и вот только римские проложили вот эти хотя бы пешеходные дороги, чтобы повозки могли ездить. Это первая такая искра цивилизации. Ну примерно да. Дело в том, что, конечно, они шли не как там ангелочки, это там они резали и убивали все, что было на их пути. Ну как и положено в любой империи. Ну, как это я говорю, время такое. То есть каждому мы сейчас не можем своими мозгами мерить вот то, что было там тысячу лет назад. Мы не можем это мерить, потому что это было там по-другому люди думали. Например, величайшее развлечение было вот голодиторские бои. Какая радость человека там взяли там и убили. Прям вот. И чем это более ярко, тем это радостнее для толпы. Ну, это было их развлечение. Так же, как в средние века там сжигали ведьмы. Это же... Это целый спектакль. Это целое представление. Хотя мы большинство знаем, что это было... Ух, ну ужас, да. Ни за что причем. Ну, просто ни за что. Ну, не будем о религиозных воззрениях. Тут многих это может задеть. Хотя и в России тоже, в Руси тоже были всякие такие перегибы были. Есть чего посмотреть. И об истории есть чего поговорить. Поэтому вот когда, если кто-то, люди приходят, можно поговорить именно о каком-то времени. Например, представлено ополчение Минной Пожарского. Как оно должно выглядеть на самом деле. Ведь мало кто знает об ополчении в 1812 года, которые... 20 тысяч человек, которые... 18 тысяч пехоты, два эскадрона кавалерии и легкая батарея. Формировались-то они в Арзамасе. Они формировались в Арзамасе. Дошли до Гамбурга, штурмовали Гамбург, вернулись обратно. В честь этого в Арзамасе, вот, на... Как раз мы сподъезжаем, с левой стороны стоит этот храм, да, с колоннами. Как-то так странно. Это именно ополчение? Именно. Это не кадровая армия, это мужики обычные? Это именно мужики, именно ополчение, которые вот со всей вот Нижегородской области собрались, их собрали и вот отправили, отправили, отправили воевать. То есть, может быть, сейчас люди живут в Сарове и не знают, что они потомки тех людей, которые из Арзамаса в Гамбург пошли? Никто, могут не знать. Вообще, сыры стерлись буквально. Вот у нас недавно нашли одного героя, да, на раскопку церкви. Но их же, возможно, много было. Мы просто не знаем об этом. И вот это ополчение, о нем в Арзамасе-то многие не знают, что оно там было. И вот этот вот храм, он в честь ополчения, он был собран не на церковные деньги сделан, а на народные, то есть, все люди собирали. Ну, как и памятник в Москве именину и Пожарского на Красной площади. Да, и Храм Христа Спасителя в Москве тоже, кстати. То есть, они одинаково, такой же с колоннами, вот такой же большой памятник. Ну, очень интересно. То есть, об истории можно рассказывать даже наши внутренние, до бесконечности. Здесь же тоже было много там, как-то, и военных столкновений было, и на территории нашей области очень много. Видите, один разгром московского войска на речке Пьяни. Это же была целая трагедия, а это же было за, примерно, несколько лет до Куликовского сражения. То есть, там, ну, когда русское войско уже шло, такое умиротворенное, лето, жара, и на него вот совместное войско, ну, мы их сейчас татар называем, напало и вот разгромили. Ну, не всех поубивали, конечно, но он несло огромный ущерб. То есть, воевать было некому. То есть, на Куликово поле выйти было некому. Вот остатки этого войска, он назывался Московское войско, да. И вот, что собрали тогда еще князья, вот то выступило на Куликово поле. Но это было тоже не последнее сражение. И после него были еще сражения, да, с огромными монголо-татарскими армиями. Там только там, по-моему, через пару лет Москву сжег после Куликовской битвы. Да там было много нашествий, на самом деле. Ну, Великий Нижний Новгород, ведь его штурмовали 12 раз. Вот его сжигали 12 раз. Это была южная граница российской... Ну, не то чтобы южная, так, серединочка примерно. Но там момент еще какой. А о чем воевали-то? Балахна нужна. А что такое Балахна? Он сейчас никому не нужен, маленький городок текстильный, да. А ведь это был центр соляного промысла Древней Руси. Субграницы посмотрим, больше негде. И вот в этом месте там сделали такие трубы, они до сих пор там стоят деревянные. Из них вот качали эту самую воду, прям очень из глубины. Выпаривали ее. После этого выпаривания появилась соль, которая... Ну, это сейчас как добыча нефти. И вот ее захватывали, громили, грабили. Соль, главный консервант была. Конечно. Ко-моему, это стратегический был ресурс в это время. Да, да. Ну, Ивану Грозному этому очень не понравилось. Три раза он ходил на Казань, с третьего раза утихомирил. Ребят больше, так сказать, Балахну и Нижний Новгород уже больше не грабили. Ну, есть такой момент исторический. Ну, просто почитать надо. Вячеслав Викторович, у нас остается не так много времени. Давайте поговорим о том, как работает музей. Ну, будем правильно называть военно-исторической миниатюрой. Как к нему попасть? С 3 до 8 каждый день. Суббота, воскресенье лучше созвониться. Там есть телефон 8903-606, 903-606-2219. Ну, это можно узнать, в принципе. А так вот с 3 до 8 каждый день. А там есть какой-то экскурсовод, человек, который постоянно находится и который может объяснить и рассказать? Ну, я прихожу сам, это моя работа, я там нахожусь. А, то есть вы там постоянно находитесь? Да, у нас там помимо меня и музея, это же наше еще маленькое молодежное объединение, то есть тоже реконструкторов, да, собственно, оно молодежное объединение «Победитель» называется. То есть мы еще занимаемся немножечко военной историей, мы занимаемся и строевой подготовкой, и боевой немножечко подготовкой занимаемся. То есть, ну, не сильно навязчиво, как военно-патриотический клуб, а военно-исторический клуб. То есть упор больше идет на историю. Хотя там тоже у меня несколько там ребят, два десятка человек, которые вот занимаются этим делом. У нас униформа своя есть, красноармейская, естественно. Поэтому мы приглашаем всех желающих прийти, посмотреть, оценить. Но в этот четверг в 6 часов, пожалуйста, у нас будет год музею. Можно прийти и прямо посмотреть, что у нас там есть сейчас. Как изменилось вот от открытия его, да, в прошлом году, вот до современного времени. Изменения большие. Друзья, на этом все. Напоминаю, что сегодня мы беседовали с педагогом Центра внешкольной работы, создателем Музея военно-исторической миниатюры Вячеслава Лапашова. Вячеслав Викторович, большое спасибо, что согласились прийти. Удачи вам в вашей работе. Надеюсь, музей будет расти.